Теперь французский коллега, очень хорошее словцо, термин применил, виртуальная реальность, виртуальная реальность. И вот действительно у меня тоже этот термин крутился в голове, когда я слушал некоторые выступления коллег. Пришли люди вооруженным путем к власти в Киеве. Многие из них имеют такую репутацию, что вы бы сами им год назад руки не подали бы, руки не подали бы. Европейский парламент принимает резолюцию в 2012 году, когда они оказались в парламенте, что с ними нельзя никаких коалиций создавать. Они вам чего-то обещают вроде бы, и своих обещаний ничего не выполняют. Ну, например, выполнили обещание разоружить кого-то в Киеве. Ничего не выполнено. Расследование тех бесчинств, которые произошли в февральские дни в Киеве и, может быть, до этого на протяжении этого кризиса, разве было проведено? Объективное. Появился генеральный прокурор, который тоже представитель известной партии, и сказал, что во всем виноваты предыдущие власти. И вот они вам что-то обещают, кто-то из них. И вы это принимаете за истину сразу. Что вы такие наивные, что ли? Вы такие наивные. Вот каждый раз, когда... Вот интересно, это, между прочим, не первый раз уже наблюдается здесь у нас за последние годы. Вот почему-то некоторые наши западные коллеги думают, что если какой-то переворот вооруженный, лучше вооруженный, то обязательно демократы придут к власти. Вот обязательно должен быть, так сказать, Томас Джефферсон возглавлять все это дело. Ну где вы там видите людей, у которых была бы, ну извините, не хочется, вот из тех, кто сейчас у власти, у которых была бы действительно серьезная репутация, как политика, принадлежащего к демократическому образу мысли? Да не найдете вы таких людей. Теперь вот люди эти, псевдодемократы, сделали ли они что-нибудь для того, чтобы что-то похожее на демократию в самом Киеве-то возникло? В Верховной Раде одни драки, сгоняют силой тех, кто там выступает, против них чего-то возражает. По-прежнему на Майдане военный лагерь, по-прежнему никто не разоружен из правого сектора и так далее. И вот эти демократы, не установив никакой демократию себя в Киеве, они теперь демократию, правопорядок, как некоторые коллеги сказали, путем посылки вооруженных сил пытаются установить на юго-востоке Украины. Вот понимаете, какая виртуальная реальность.